Один из старейших промышленных центров страны. Первые упоминания о тульском прянике были с 1685 года. Получается, в создании одного из символов Тулы участвовал весь регион. Ну, конечно же, вся Тульская область. У нас очень прекрасный зеленый город. Тульские дворяне считали, что чай из блюдца вкуснее. У нас есть прямое доказательство, которое говорит о том, что первые гармонии начали делать в Туле. При царе Алексея Михайловича керамисты были привилегированным сословием. Один из старейших промышленных центров страны. В Туле расположены крупные машиностроительные и металлургические предприятия. А еще здесь производят известные на всю страну самовары, гармони и пряники. С историей трудолюбивого города с широкой душой знакомимся в этом выпуске. По свидетельствам историков, славянские племена появились на Тульской земле еще в VII веке. А первое летописное упоминание об их городах относит к XII столетию. Старейшее сооружение Тулы – Кремль. Известно, что каменную крепость, или как тогда его называли «каменный город», начали строить в 1507 году по указу великого князя Василия III, отца Ивана Грозного. Кремль – архитектурный символ города, а один из главных гастрономических символов – тульский пряник. Мастер-класс по выпечке тульского пряника для меня проведет Елена Чепенко. Добрый день! Добрый день, Ольга! Ну что, приступим! Прежде чем изготовить пряник, нам с вами нужно выбрать особое оборудование – это деревянная форма пряница. Поглядите, какая для вас приглянулась! Я, пожалуй, сделаю так, чтобы на гастрономическом символе у меня был еще один тульский символ – самовар. Старинного рецепта уже не осталось. У каждой фабрики есть свой особый рецепт, который она хранит в секрете. Пробуем все пряники нынешнего времени и понимаем, что по вкусу они все абсолютно разные, так же, как и в те времена. Когда появился тульский пряник и почему он приобрел такую популярность? Да, но первые упоминания о тульском прянике были с 1685 года. Получается, в этом году ему уже будет 337 лет. А наши мастера были очень хорошими маркетологами. Братья Гречихина в 19 веке поехали прославлять наш пряник по другим городам. Вывозят за рубеж во Францию, в Париж. Поэтому тульский пряник такой популярный во всем мире. Мы с вами делаем пряник с помощью деревянных форм. Ну, думаю, именно так и делали его 300 лет назад. Да, именно так и делали. Дерево выбирали только твердых сортов. В основном это была береза, груша или яблони. Сушили от 5 до 20 лет. Представляете, как долго прежде, чем вырезать пряницу. Потом брали в руки стамеску и наносили узоры. Раньше пряниками занимались только мужчины. Рецепт передавался по мужской линии из поколения в поколение. В послевоенные годы к нам с вами приходят восстанавливать фабрики женщины. Один компонент с тех пор наш пряник потерял. Ароматных дорогих пряностей мы с вами не встретим. Пряности, которые растут в нашей полосе, использовали раньше укроп, петрушку, хрен вместо перца. Стало использовать непопулярно. И попробовали изготовить пряник без пряностей, а он оказался хорош. С тех пор мы с вами лакомимся пряниками без пряностей. Самый маленький тульский пряник вообще в Туле весит всего лишь 40 грамм. А пряник-рекордсмен весит аж 117 килограмм. И размер такого пряника метр восемьдесят на метр восемнадцать и толщиной 9 сантиметров. На фабрике все формы по-прежнему деревянные. Лучше материалы не придумали. Традиционно в девятнадцатом веке существовало всего лишь три вкуса. Яблочное повидло густое-прегустое. Это будет первый вкус. Также богато пектином у нас сливы. Это будет второй вкус. А вот третий вкус это яблоко со сливой вместе. Такая вот густая-прегустая, тугая-притугая начинка нам с вами необходима. Пряник настоящего жителя Тулы и пряник туриста. В девятнадцатом веке каждый день пряниками лакомиться не могли. Их кушали только по праздникам. В семье рождался малыш, выпекали пряник мерный, параметр малыша нужно было повторить. Азбука в Туле была тоже особая, пряничная. Пряники назывались пальчики, на каждом изображена буква. Ребенок выучил букву, как поощрение имеет право съесть пряник, не выучил букву. Метод кнута и пряника. Отсюда пошло это выражение. То есть будет какое-то наказание. Посмотрите, у меня получается вот такой неказистый шов. Именно этот шов на спинке пряника и расскажет нам с вами о ручной работе. А сегодня жители вашего города любят это угощение или же пряник больше такой символ для туриста? Мы все очень любим пряники. В летний период любим выезжать на свои дачные участки, топить самовар и лакомиться тульскими традиционными пряниками. В Туле вообще работает 13 пряничных производств. А 6 из них считаются основными. И 6 основных производств изготавливают пряников столько, сколько весит хороший слон. То есть это 6-7 тонн. Ежедневно? Да. Пока наш пряник выпекается, расскажите, а вы местная жительница? Да, я родилась в нашем славном городе, проживаю здесь, чем очень горжусь. Наш город прекрасен, туристически развивается. Туристы, приехав однажды, возвращаются к нам снова. И я рада встречать уже знакомые лица в нашем музее. Люди у нас очень добрые, отзывчивые. У нас очень прекрасный зеленый город. Он небольшой по площади, но тем не менее такой родной, любимый и очень душевный. Я своим тульским пряником очень довольна. Красивый, румяный, ароматный самовар у меня получился. В русском языке есть выражение, которое означает «бессмысленное занятие». В Тулу со своим самоваром не ездят. И правда, зачем брать его с собой в город, где самовары можно увидеть буквально на каждом шагу? В России Тулу считают родиной самовара. Действительно ли это так? Доподлинно трудно сказать, что является родиной самоваров. Но, конечно, самовар в привычном нам виде, такой, как мы его наблюдаем с вами сейчас, появился именно у нас. Наши тульские мастера очень хорошо умели и умеют сейчас работать с металлом. И именно они придумали технологию, благодаря которой именно тульский самовар стал известен на весь мир. В Туле именно собирали самовар из отдельных деталей. Их производство уже было разнесено на всю тульскую губернию. В одной области наводили туловище, в другой лили ножки, ручки, хватки, точили малинки, изготавливали все детали. Малинки – это вот эти ручки. И в Туле самовар именно собирали. В конце 19 века в среднем производили 550-600 тысяч самоваров. В год? В год. То есть, получается, в создании одного из символов Тулы участвовал весь регион? Ну, конечно же, вся Тульская область. Самовар – символ не только тульского гостеприимства, но и богатства тульской земли. Я бы скорее сказал, он символ тульской мастеровой смекалки. Сделать трудно, очень легко. Самое сложное – это сделать просто. Так и наши мастера, они распределили работу за всех и получили прекрасный результат по низкой цене и высокому качеству. А как правильно растопить самовар по-тульски? Тут рассказывать долго, тут на самом деле проще показать. Один из секретов чайпития из тульского самовара – это то, что все участники чайпития должны приложить к нему руку. А это старинный тульский способ добавлять шишки в самовар? По легенде, именно шишки придают чаю из самовара его особый вкус. Потому что в шишках очень много смолы и получается особо ароматный дым. Шишки хорошо горят, но при этом достаточно тяжело именно разгораются. Поэтому нужно дровами создать угольную подушку. Да, угольную подушку и уже на нее добавить шишки. Тогда они хорошо прогреются, загорятся и дадут свой, ну, может быть, даже волшебный эффект. Кстати, про волшебный эффект. Может быть, как раз потому, что в Туле пьют чай из самовара местные мастера такие смекалистые. Может быть, герой известной повести Лескова, Левша, именно поэтому смог подковать блоху, потому что правильный чай пил. Я думаю, что в вашей версии есть доля правды. Тульское чаепитие – дело небыстрое. Как раз-таки он получил задачу, пошел, попил чайку, наколол дров, пока растопил. Обо всем этом подумал и придумал, как самым лучшим образом все это сделать. Наш тульский самовар уже закипает, поэтому я приглашаю вас отведать тульского чая из жарного самовара и оценить наше гостеприимство. Какие местные обычаи, традиции, может быть, приметы, связанные с самоваром и чаепитием? Из блюдца. Так чай быстрее остывал. А тульские купцы, тульские дворяне считали, что чай из блюдца вкуснее. Раньше чай пили до двух часов, то есть как сели, так два часа и проводили за чаепитием, обсуждая какие-то насущные добрые дела. Обязательно добрые дела, потому что нельзя было в процессе чаепития обсуждать какие-то вопросы, которые могли бы испортить настроение. Заключались какие-то сделки, брачные союзы, открывались новые торговые точки. Все это проходило через церемонию чаепития. Чтобы наш чай был максимально вкусным, мы уже добавили шишек. Мы пьем его из блюдца. Какие еще есть секреты у тульского чая? В прикуску. Крестьяне не могли себе позволить такое дорогое удовольствие, а у купцов был сахар. И чай пили в прикуску. В России чай приобрел свою популярность при Екатерине Второй. Доставляли его к нам из Китая. У Тулы очень много достопримечательностей. И связаны они непосредственно с чаепитием. Это наш тульский самовар, тульский пряник, тульская гармонь, которая разбавляла все застолья. Но за чаепитием на гармонии, соответственно, нельзя было играть. Можно было на гитаре, можно было почитать, подгадывать шарады какие-то. Тульская гармонь – это одна из достопримечательностей города Тулы. Тула является еще и музыкальной душой всей нашей большой необъятной страны. Недаром говорят, что у этого города музыкальная душа. Тула считается родиной российских ручных гармоник. Историю инструмента узнаем у местных жителей. Когда и как появился этот самобытный инструмент? Первое упоминание о гармонии датируется 1808 годом, и, соответственно, это было в Туле. Потом местные оружейники братья Шкунаевы в то время делали гармошки простых конструкций. Затем в 1820 году Тимофей Пинович Воронцов, самоварщик, в полуподвальном помещении своей самоварной фабрики открывает собственное гармонное производство. Затем в 1825 году Василий Михайлович Грызлов открывает уже первую официальную гармонную фабрику в России, о чем говорит шильдик, который в нашей коллекции представлен. А ошибочно считается, что первые инструменты появились в Европе в 1829 году. Но у нас есть прямое доказательство, которое говорит о том, что первые гармонии начали делать в Туле. А почему именно этот музыкальный инструмент стал своеобразным символом России? Первые инструменты были достаточно простыми, и их делать могли кто угодно, когда угодно и где угодно. Есть одна такая небольшая книжечка, в которой написано, как дома из подручных материалов сделать такую гармошку простой конструкции. Можно взять книгу и самому стать гармонных делмастером. Чтобы стать гармонных делмастером, надо очень долго учиться работать на фабрике. Сейчас на нашей фабрике тульская гармония, а если мы вернемся в 19 век, то на какой-нибудь фабрике, которых в Туле было больше 90. В конце 19 века в России насчитывалось больше 50 региональных разновидностей гармоний. Какие важные изменения внесли тульские мастера? Какие, может быть, новшества они добавили? Ну, во-первых, Николай Иванович Белобородов сделал вариант хроматической гармонии первой не только в России, но и в мире. Он сделал из гармонии инструмент не столько для исполнения народных мелодий, каких-то нагрошей, но и для более сложных уже классических произведений. Он делает свой первый оркестр, набирает простых рабочих с Тульского оружейного завода, учит их играть на данном инструменте, но не знал никто тогда, даже сам Белобородов. Он обучал их играть по цифрам. Может быть, поэтому этот инструмент такой народный? Действительно, именно поэтому, потому что многие люди играли просто-напросто на слух. И, соответственно, Белобородов сделал свой оркестр, который выступал не только в Туле, но и в Москве. Кстати, премьера данного оркестра состоялась 22 февраля 1897 года, на котором присутствовал и граф Лев Николаевич Толстой. И даже с 1906 года Лев Николаевич Толстой был почетным членом того самого оркестра гармонистов, хотя на гармонии не играл от слова совсем. Это гармонь, я бы сказал, для самых маленьких. Такую гармонь можно давать деткам, в принципе, как только научился ходить. Несмотря на то, что гармонь считается детской, инструмент играет по-настоящему. Смотрите. Мне очень понравилось. Все, что вы здесь видите перед вами, да, это все тульские гармонии, и они все абсолютно разные. А моя бабушка всю жизнь играла именно на гармонии. И эту любовь к этому инструменту она принесла через всю свою жизнь. В русском языке есть выражение сыграть свадьбу, не выйти замуж или жениться, а именно сыграть свадьбу. Не от гармонии ли случайно пошло это выражение? Вы абсолютно правы. В моих руках достаточно интересная разновидность гармонии, называется она елецкая рояльная. У этого инструмента три клавиатуры. Правая, как водится, для того, чтобы вести мелодию. Ну, а в левой у нас с вами имеются басы с передней стороны, да, и аккорды с задней стороны. И как раз именно с такими гармониями ходили на свадьбы. А теперь представьте, играть надо было на ходу, часов по 8-10 в день, без удобного плечевого ремня, и так недельки полторы. Естественно, далеко не каждый гармонист такое тяжелое испытание выдерживал. И как раз отсюда родилось выражение сыграть или не сыграть свадьбу. Если гармонистов вдруг такое испытание не выдерживал, то считал, что свадьбу-то не сыграли. И экстренно бежали за другим гармонистом, даже если в соседнее село бежать надо было. И по новой в круг деревню обходить до тех пор, пока не сыграют. В моих руках модель гармония уже профессиональная. Такой гармонии учатся дети в старших классах музыкальной школы, музыкальном училище и даже в консерватории. Предназначена для того, чтобы играть на ней музыку абсолютно разную, в том числе и классическую музыку. Один из известных в России тульских гармонистов Николай Белобородов играл для Льва Толстого классик русской и мировой литературы. Маэстро с оркестром дважды выступал перед писателем в окрестностях Тулы. Кстати, здесь же находится и Ясная Поляна – усадьба, где Толстой родился и провел большую часть своей жизни. Один из самых читаемых авторов в мире. Работы Толстого переведены более чем на 90 языков. В Ясной Поляне он написал около 200 произведений, в их числе эпопея «Война и мир» и роман Анны Каренина. В 1921 году родовое имение писателя, расположенное в 15 километрах от Тулы, стало музеем. Тульская область привлекает не только поклонников творчества Льва Толстого, но и мастеров керамики. При царе Алексея Михайловича керамисты, или как их тогда называли кирпичниками, были привилегированы сословием. Кирпичниками, потому что они делали кирпичи для строительства… Для строительства нового московского государства было нужно много кирпича, но вместе с кирпичом делали и гончарную посуду, и израсы для того, чтобы украшать новые церкви, и дома, и игрушку для того, чтобы дети играли. Очень много всяких предметов полезных, нужных, красивых. Какие направления керамики были развиты в Тульской области? Прежде всего, это кирпичи, у нас их делают и до сию пору. Во-вторых, это гончарство. В-третьих, это израсы. В Туле их делали все виды – муравленые, цветные, цининные и гладкорасписные. Куда отправлялись эти израсы? Я слышала, что даже дворец императрицы имя украшают. Да, дворец Анны Иоанновны. По летописям считается, что тендер выиграли тульские кирпичники. Современные тульские мастера, где они черпают вдохновение, знания и, главное, опыт у кого перенимают? Тульские мастера стараются опираться на свои исконные традиции, на музейные образцы, на археологические раскопки, которые у нас недавно прошли, и мы открыли самое крупное в послевоенной истории керамическое производство в России. В Туле филимоновская игрушка и гончарство всегда имели своих мастеров и никогда традиция их изготовления не прерывалась. Узнать секреты керамического производства мне поможет тульский гончар Сурен Касумян. Добрый день! Здравствуйте! Расскажите, с чего начнем? Так, начнем мы с того, что сформируем колобок, который вы сейчас делаете, и потом слегка намочим круг, чтобы он лучше приклеился, намечаемся в центр и приклеиваем его. А мне по секрету рассказали, шепнули, что вы лучший гончар Тулы. У вас своя мастерская здесь? Да, у меня в Туле своя мастерская. Я вот этим занимаюсь уже 20 лет, даже, наверное, чуть побольше. А почему именно гончар? Дело в том, что у меня техническое образование высшее, я занимался очень разными видами деятельности. В какой-то момент мне в руки попалась книжка про старого гончара. Я ее посмотрел, и мне так понравились вещи, которые он делал, что я подумал, как здорово было бы заниматься чем-то таким. Потом мы встретились с Леной. Она мастер филимоновской игрушки. В тот момент она работала в художественной школе, преподавала керамику. И мы начали вместе работать и делать керамические изделия разные. Потом я сделал себе свой первый гончарный круг, прочитал все книжки. И мне казалось, что я вот как инженер все изучил, по всему подготовил, сейчас я сяду, у меня все получится. И в итоге у меня не получилось абсолютно ничего. Я понял, что нужна консультация профессионала. Я там у него сделал первую миску, понял, что к чему, и дальше постепенно развивался. Получается, вы переняли опыт у тульских мастеров и теперь передаете его дальше? Да, я занимаюсь с детьми. Вы говорите, что занимаетесь с детьми. Вообще это популярный сегодня у детей промысел, хобби. Да, это очень востребованное занятие. Я даже не справляюсь, ты желающих больше, чем мои возможности. Ольга, это ваш первый горшок. Мы его высушим. Где-то неделю он будет сохнуть. Потом мы его обожжем в печи при температуре около 1000 градусов. Он станет прочный. Если вы хотите им пользоваться в пищевых целях, его нужно обязательно поглажировать, потому что глина пропускает воду, нужен будет еще один обжиг глазурный. И после этого им можно будет пользоваться. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я стараюсь развивать керамику. И мы создали керамическую мастерскую, потому что это древний, одновременно очень современный вид занятий, который, мне кажется, не устареет никогда. А что вы можете сказать про современную жизнь своего города? Чем увлекаются местные жители? Что любят? За последние годы Тула очень изменилась. Это современный, динамичный город. Мне кажется, в Туле есть все возможности увлекаться спортом, искусством, IT, профессиями. Здесь любят спорт, литературу и историю. В городе работают научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Современная Тула с населением около полумиллиона человек – это и промышленный, и ремесленный, и культурный, и туристический центр. Чтобы увидеть местные достопримечательности, в Тулу ежегодно приезжают более миллиона туристов. Здесь их и чаем напоят, и подадут на стол пряники, и на гармонии для гостей сыграют. Каждый символ этого города – интересный эпизод большой истории.